Ущерб от непогоды около 300 миллионов рублей. Аграрии подсчитывают убытки после гибели нескольких десятков тысяч гектаров сельхозкультуры этим летом. Тем временем в нескольких районах области распоряжением правительства уже введен режим чрезвычайной ситуации. Что это значит для сельхозпроизводителей и чего ждать простым потребителям, расскажем далее. Вот чтобы так на УАЗике да по кукурузному полю в сентябре. Председатель агрофирмы Коршик Раив Салихов такого не припомнит. В это время кукуруза здесь по два метра вырастала и даже больше. Не лучше ситуация и с зерновыми. Сюда даже смысла нет гнать уборочную технику, признает председатель агрофирмы. Тем более, учитывая опыт последних недель. Когда убирали здесь то, что выросло с помощью так называемой двойной тяги. То есть бульдозер тащил за собой по полю комбайн. Ситуация настала такая, что вообще на поле вода стоит, как на рисовых чеках. Всё. И вот уже пошло отмирание корневой системы. Материальный ущерб погодным условием этого лета составил более 16 миллионов. В натуральном виде это 500 гектаров сгнивших зерновых, 100 кукурузы и около 170 гектаров однолетних трав. И это только в этом хозяйстве в Коршике. В целом по области посевы погибли на площади более 47 тысяч гектаров. Но критической ситуации в областном медсельхозе не считают. Говорят, что не во всех районах с заготовкой кормов беда. На юге области, к примеру, наоборот, дожди только на руку аграриям прошли. Урожай в порядке. Таким образом, план по заготовке силоса и сенажа в целом по региону выполнен. Тем не менее, режим чрезвычайной ситуации в 31 районе всё-таки введён. Для усиления работы ответственных ведомств. И во избежание штрафных санкций в отношении аграриев. План по заготовке кормов в некоторые районы из-за погоды уже точно не выполнят. Сейчас сложности с уборкой. На сегодняшний день только 50% площадей убранных. Хотя в прошлом году на эту дату уже уборка практически завершилась. И особое беспокойство, конечно, вызывает производство семян. В частности, бобовых. Но полная картина будет ясна после окончательной уборки на полях. Но уже ясно, какие-то корма придётся закупать в других регионах. Частично помогут с ними и хозяйства южных районов области. Тем не менее, ситуации в регионе местные власти планируют проинформировать руководство страны. Так, председателю правительства Дмитрию Медведеву будет направлено письмо с просьбой оказать помощь кировским сельхозпроизводителям. Дмитрий Иштрачук, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Давича.